Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 17 октября, Православная Церковь совершает память преподобного Аммона Нитрийского. Преподобный отец наш Аммон был родом египтянин. Хотя еще в раннем возрасте он лишился своих родителей, но воспитывался в страхе Божием и с юных лет приобрел любовь к чтению божественных книг. Когда Аммон достиг совершеннолетия, дядя стал понуждать его к женитьбе. Предпочитая девство, супружество, но вместе с тем, желая исполнить волю дяди, Аммон стал размышлять. Как бы ему совместить девственную жизнь с брачной? И вот в день брака, когда ввели его вместе с невестой в брачную опочивальню и все ушли, он, затворив двери, сказал девице, «Послушай меня, сестра, и согласись на то, что я скажу тебе. Супружество, в которое мы вступили, нисколько не лучше девства. Поэтому мы хорошо сделаем, если будем почивать отдельно друг от друга, чтобы, сохранив наше девство, угодить этим Богу». Сказав это, он достал хранившуюся у него на груди под одеждой книгу и стал читать девице, не ведавшие писания, как бы от лица Христа и апостолов, спасительные слова божественного учения. К прочтенному он присоединял, поданный ему от Бога благодати и свои наставления, и советовал ей проводить чистую ангельскую жизнь. Она же, умилившись, сказала, «Господин мой, я соглашаюсь на все, что ты говоришь, и так как ты предпочитаешь жизнь девственную, то и я желаю того же и согласна делать все, что ты мне повелишь». Тогда Амон сказал, «Хочу, чтобы мы жили порознь. Ты в одном доме, а я в другом». Но девица, не желая такого разделения, сказала, «Нет, господин мой, мы будем жить в одном доме, но почивать отдельно». Так они начали проводить девственную жизнь. Их супружество было как бы садом, который цвел лилиями девства, ограждался целомудрием и прохлаждался росою Духа Святаго. В таком супружестве прожили они много лет, проводя время в великих подвигах, посте, воздержании, в бдении и молитвах, и телесных трудах. Девица трудилась и занималась домашним хозяйством, Амон же изнурял ежедневно плоть свою, трудясь целый день в своем саду. Приходя домой вечером, он немного вкушал со своей супругою, или, лучше сказать, сестрою, хлеба. В полночь же они оба вставали на молитву, а рано утром Амон опять выходил на дело свое и трудился до вечера. Так это двоится в молодых своих годах, живя среди как бы огня не сгорела, ибо они преодолели всякие плотские вожделения в себе. Такую совместную жизнь они проводили восемнадцать лет и достигли совершенной чистоты и святости. И вот однажды девица сказала Амону, «Господин мой, я хочу тебе нечто сказать. Если ты меня послушаешь, то я пойму из этого, что ты любишь меня действительно о Боге». Он же ответил, «Говори, сестра, если будет полезно, я послушаю тебя». Тогда девица сказала, «Приличнее нам, господин мой, жить отдельно, так как ты человек святой, праведный и целомудренный, и я сколько могу, последую твоей жизни. Пусть же будет и другим от нас польза. Станем жить отдельно. Нехорошо, чтобы столь великая твоя добродетель из-за совместной жизни со мною сокрыта была от могущих пользоваться ею и подражать твоему целомудрию». Слыша это, Амон прославил Бога, склонившего сердце девицы к отдельной жизни, которой он издавна желал. И сказал он девица, «Сестра моя, если угодно тебе это, то оставим совместное пребывание. Оставайся ты в этом доме, а я пойду на другое место». Помолившись Богу, они расстались друг с другом. Амон пошел в гору Нитрийскую и стал иноком, а мнимая жена его, оставшись в доме своем в скором времени, собрала множество девиц и уневестила их Христу, а сама стала игуменью над ними. Поселившись в горе Нитрийской, Амон стал проводить отшельническую жизнь, трудясь и подвязаясь для Бога, которому он день и ночь служил со всею теплотою Духа Своего. В пустыне он провел 22 года и достиг совершенства в иноческой жизни. Бог же прославил угодника Своего, дав ему дар исцеления, и святой исцелял различные болезни, приходивших к нему людей. Навестив однажды святого Антония, преподобный услыхал от него такие слова «Бог открыл мне день Твоей смерти, поэтому я пригласил Тебя, чтобы усладиться беседою, пока Ты не отошел еще к Богу. Помолимся же друг за друга». Проведя время в продолжительной беседе друг с другом, они получили утешение от святаго Духа, и Амон, приняв благословение, ушел от святого Антония. И вот спустя немного дней Антоний Великий, сидя на холме, возвел очи свои к небу и увидел душу Амона с радостью, возносимую ангелами на небо. Узрев это, Антоний был весьма обрадован. Тогда ученики спросили его, «Отче, что за причина Твоей радости?» Он отвечал, «Сегодня представился Амон, и я вижу его святую душу, возносимую ангелами на небо». Ученики запомнили тот день, в который святой Антоний сказал им о представлении Амона. Через несколько дней пришли братья из Нитрии и сообщили, что святой Амон приставился ко Господу. Со считавшие дни ученики Антония убедились, что Амон приставился в тот самый день, когда Антоний видел душу его, восходящую к небу с ангелами, и прославили Бога. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, священномученика Иерафея Афинского, епископа. Празднуется обретение мощей святителей Гурия, архиепископа Казанского и в Арсенофея, епископа Тверскага. Честуется собор казанских святых, а также благоверного князя Владимира Ярославича, новгородского чудотворца, преподобных Еладия и Анисима Печерских в ближних пещерах, преподобного Амона Затворника Печерского в дальних пещерах, священномучеников Гая, Фавства, Евсевия и Херимана, священномученика Петра Капитолийского, мучениц Дамнины и дещерия Веренеи и Проскудии, преподобного Павла Препростого, мученика Давикта и дещерия его Колесфении, святого Стефана Шеляновича, священномученика Димитрия Вознесенского Пресвитера, священномучеников Николая Верещагина, Михаила Твердовского, Якова Бобырева и Тихона Архангельского Пресвитеров, Преподобномученика Василия Цветкова Архимандрита, Исповедницы Хеонии Архангельской, Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаименитства. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова